МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зарплаты, кадры, держпотримка. Какие шляхи развития АПК бачить керавництва самого полночного региона краины. Но на радио президента прошлись о поболевых пунктах аграрной системы Витебшины. На году для этой размовы все присутные в зале памятуют вельми добро. Летось, наприканцы листопада, керавник державы особисто приехал в область и оценил рациональные пропановы мясовых керавников. Хотели створить суперхолдинг з уже наявных стратных. Идея потрымки не знайшла, ни час для экспериментов. Доручение умоцовать наявные интеграционные структуры умоцными кадрами и у целым допрацовать курс оздоровления агросектора в регионе. Головное вывести предприемство на обестратную работу. Тут рецепт простый и проверенный. Сконцентроваться на мясо-молочной голене. Усе пропановы сегодня оценили у широким составе керавников и специалистов. Главное, что сделано правильно в Витебской области, что мы пошли от потребностей, от переработчиков молоко и мясо. Включили в эти холдинги, колхозы, совхозы. Вот, пожалуйста, дайте нам молоко и мясо. И если они не понимают сколько, доведите до них, как в советские времена, задания, планы, прогнозы, что угодно. Но доведите до них те объемы, которые они должны выдать предприятиям, перерабатывающим мясо-молоко, получающим сырье от сельчан. Доведите им эти планы и пусть выполняют. Но планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги. Речи о списании долгов быть не может, Сергей Николаевич. Вы банкир и вносите мне предложение о списании. Присаживайтесь. Никакого списания долгов быть не должно. Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха. И каждый год по итогам года программа должна быть контролируема. Она должна быть прозрачной и понятной, чтобы мы могли подвести итоги и сделать выводы. Будут возвращены долги или нет? Как функционируют эти хозяйства? Настолько ли нормально они функционируют, чтобы люди жили в этих хозяйствах достойно, растили детей и вернуть со временем долги? А последние пять годов в полношном регионе адмовная динамика работы сельгаз-сектора. Губернатор говорил об конкретных мерах финансового оздоровления и стратегичных вариантах. Например, объеднать господарки у сыровинные зоны для ключевых предприемств у перепрацовки. И они зараз часто не могут полностью загрузить могутности. А это тягнет вниз экспортный потенциал усяго региона. Чтобы мы не хватали звезды с неба, они не падают. В этом году, может даже в будущем, подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть, и на той базе, которая у нас сегодня создана в Витебской области. Где-то у кого-то хуже, у кого-то лучше, производственное помещение, телятничек, коровничек, фермочка. Мы будем работать в этих условиях. Поэтому этот сыральчик надо привести в нормальное состояние. Сделать, чтобы меньше было рабочих рук задействовано, потому что у вас не хватает. Приведите в порядок. Именем революции. То, что есть базу вот эту. Машинные дворы, зернотока, комплексы фермы. Заставьте людей вовремя проходить и вовремя уходить с работы, и на работу приходить, и выполнять свои функциональные обязанности. И если пал теленок, кто-то должен, прежде всего, заведующая комплексом или фермой, или начальник участка, или этот же скотник, доярка, или кто у вас телятница, они за это должны ответить. У нас же этого нет давно. У нас же рыночная экономика. Что хочу, то и ворочу. Поэтому вернитесь к этому. Сегодня у вас в Витебской области нет рыночной экономики. И быть не может. Сегодня должна быть жесточайшая диктатура. А. Технологическая. Б. Дисциплинарная. По воде слову премьер-министра Сергея Румаса, весь агропромысловый комплекс в области на запасе удал гол на 3 миллиарды рублев. Специалисты пропрацовывали разные варианты, что работать с этой запозаженностью, а лея до 1-го рашения по куль не пришли. Потрабование президента одно. Такте инакше, гроши повинны быть вернутые. Протягиваем выпуск. По выниках минулого года Саугаскомбинат «Зара» Мазырского района вошел у топ-9 левших сельскохосподарших предприемств в Беларуси по надуях молока. Сегодня в Украине две господарки показали выник у 11 тысяч литров на корову и 7 по 10 тысяч. Миновиты такого покажеку и досягнули Мазыране. Державное предприемство, наведали наши корреспонденты. Державное предприемство «Зара» – вытворжесть шмат профильная. А мальпалова вырабляемой продукции припадает на свиногодолю. Плюс птушка и живёлагодоля. При сучасных закупочных ценах для господарки отрымана молоко – одна из головных крыний с доходу. У господарцы захавауся фильм 1989 года, где работники сельгазпредприемства кажут обжаданье выстину узровень надоев у 5 тысяч литров. Летость отрымали больше, чем 10 тысяч, что дозволило значительно полепшить экономику. Молоко у нас занимает порядка 12-15% в объёме производства продукции. Выручка от молока в месяц составляет свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей. Себестоимость молока сложилась на уровне 50 копеек. Рентабельность молока свыше 50%. Высокие надои и отповедный прибыток напрямую поплывали на зарубки операторов машинного даяния. Сегодня их зарплата складает 1300 рублей. Плюс, что месячный бесплатный продуктовый набор на амаль 150 рублей. Мясо свинины и птушки, рыба, мёд и яйки. Правда, при порушении дисциплины и технологии вытворчасти этого додатку можно позбавиться. А праша таго недобросумленный работник на протягу года не будет отрымливать никаких додатковых выплат. А это амаль 2000 рублей. Тому дисциплину и технологии тут мкнуться не порушать. Татьяна Гуня до этого працавала у детячем садку. Каже, поколь досконала не освоила увесь процесс, до самостоянной работы не допускали. Стажировали меня пять дней. Я проходила стажировку, а потом уже меня поставили постоянно работать. И учили всё по технологии. Еще одна складывающая поспех у Саугаса комбината «Зара» наявность команды профессионалов. Тут кожный не только изъявляется специалистом, але и неси отказность за свой участок. Для того, чтобы оператор машинного доения отрымливал высокие надои, прикласти намаганье необходимо усим, кто заняты в процессе. Работа организована так, что с пяти утра, то есть начало дойки, до 24.00 находится по-любому какой-то специалист на ферме. Так организована работа. Потому что, мало ли, есть разные непредвиденные обстоятельства, чтобы скоординировать работу не было сбоев. По выниках минулого года воловы надой молока в сравнении с 2018-м в Мазырском районе повележився на 10%. И это самый высокий показчик сирот регионов в области. Средний удой от коровы склау 7455 литров. Амально 3000 больше среднего областного показчика. По этой позиции мы заранее так само лидеры. Хоть с понятцем на досягнутым тут не сбираются. Надое у 10 тысяч. Остатние господарки района в ближайший час вероятно не смогут досягнуть. Але сёняшние показчики обіцаюць полепшить. Коллективы, во-первых, стабильные, которые сегодня у нас присутствуют на животноводческих объектах. Плюс кормовая база, которая с каждым годом улучшается. Ну и использование, конечно, витаминных добавок и энергетических добавок. Это и генетическое состояние нашего стада. Поэтому поэтапно по 200-300 килограмм в год мы за 4 года, я думаю, должны превысить уже планку 8 тысяч с половиной. Олег Шинсюров, Ольга Коновалова, Юген Макенко, Телерадо, компания «Гомель», Мазырский район. Новые поправки у Прационный кодекс сегодня уступили усилы у Беларуси. Зменения не продуглеживают додатковые меры по обороне права уработников, а так само поширают полномодствы на имальников. Новая редакция запеспечивает гаранты людям перед пенсинного взрослого и протяг Прационного контракта с добросумленными супрационниками. Новые увядения закрануть и батьков. Теперь у мужчин з'явятся два тыдни от починку, у которых можно сысти у первой погоды после нарожения детяти. Так само с документов зникнуть скороченные выканавцы и часово-выканавцы обовязки. Подписывать их будет сгодно займаемой посаде. А с первого лютого в Беларуси вырастет помер допомоги под угледи за детем в возрасте до 3 годов. Так, помер, что месячные допомоги на первое детя повеличивается с 376 рублей 11 копеек до 605 рублей 48 копеек. Прикладно на 34 рублей вырастут допомоги на другого и наступных детей. Новые померы допомоги будут денежать до 31 липеня. Профилактичное мероприемство «Бесперешкодный проезд» стартовало в Гомельской области и оно будет дожиться до 26 лютого. По час месячника пильную увагу нададут Гомелю и буйным райцентрам, где особливо актуальны пытания парковки. Мероприемство накеровано на профилактику порушений управилов припынку и стоянки ауто у дворах жилых массивов, а так само, каля объекту нежилого сектора. Часто пропаркованные машины створяют перешкоды для руху и работы транспорту оперативного призначения, худкой допомоги пожарных коммунальных службов. За месяц без перешкодного проезда инспекторы обследуют дворы шмат поверховых жилых домов, территорий гандлевых и промысловых зон. Супрационники ДАИС устрадутся так само с коллективами предприемства и организаций, разломашить важность выполнения правилов, приведут приклады жития. Да и нагадывая, за игнорование потребований правил припынку и стоянки легковых ауто продовольжена администрационная отказность по переджении або штрафу по мере одной базовой велешении. При повторном порушении двух базовых автомобиль может быть эвакуированный на штрафстоянку. Девчина в возрасте от 14 до 20 годов с высоким интеллектом и привабной внешностью. Минавито так выглядит типовый портрет хворых на анорексию. Семья не за все дыхудко разумеет, что с их близким человеком нечто не так, а между тем анорексия одно из немногих психичных расстройств, небезпешных летальным заходам. Марина Джалая наведала Гомельскую областную психиатричную больницу и погутарила на эту тему с пациентами и специалистами. Подробностей в наступном сюжете. Ирине 17. Я навучиться на первом курсе одного из гомельских университетов. Профессию обрала вельми серьезную в стане инженером-будовником. Можно сказать, что сегодня девчина снова отшула смак життя. А еще год тому я наважила 35 килограммов. И никто не ведая, как все могло скончиться, кали б не звернулася за допомогой до специалистов. Все почалося тривиально. Подчас отпочинку за мяжой Ирина набрала пару килограммов. После вертания отримала комплимент, что фигура стала выглядать лепш. А осведомость гетые слова урезались и аксвечения того, что и она потаустела. Спочатку Ирина занялася спортом. Потом стала отмавляться от ежи и дошла до соправданного экстриму. Пила только воду. Я боялась есть. Я думала только о еде. Я даже на уроках смотрела видео еды, фотографии еды, сохраняла. Я хотела есть, но я не ела. Я думала, даже кусочек. Я съем чего-то, все, я буду толстой. Со мной никто не будет общаться, хотя на это время я ни с кем не общалась. У вынику за три месяца Ирина похудела на 15 килограммов. Почала страшовать притомность, стали крышиться зубы и выпадать волосы. Съявилися прикметы депрессии. Тягнуть с визитом до психотерапевта и далей было нельга. Стан девчины до того момента был критичным. Спочатку я натрапила на консультацию до хойницких медиков, откуда родом. Затым зато помогой поехала в Минск. Там я ее вагу подняли, але психичный стан заставался помежным. И два месяца тому девчина звернулася до психотерапевта у Гомельской областной клинично-психиатричной больницы. Ежемесячно только ко мне обращается порядка двух-трех молодых людей впервые, которые нуждаются в лечении. У Ирины было достаточно критическое снижение веса. В ее случае было необходимо стационарное лечение с целью набора веса. Но после выписки из больницы сохранились все равно вот эти анорексигенные тенденции. Все равно было искаженное восприятие своего тела. Она все равно думала, что она толстая. Она начала переедать. После этого ограничивать опять себя в еде. То есть поведение пациента с анорексией сохранялось. Наша задача была убрать, чтобы она могла продолжать жить, как обычный человек. Есть классичные симптомы, по яких можно заподозрить анорексию. И это не только снижение ваги. Тут и повышенная раздражняльность, и без конца узваживание тела, и замкненность, и измена гардероба, где нема места, облегающие вопротцы. Каб не пропустить критичный момент, лепш завернуться до психотерапевта, в приватную альбо державную клинику, в некоторых полохая махчимая постановка на диспансерный улик. Але лечиться амбулаторно, а не стационарно. Навад у державной медустанове можно анонимно. У любом выпадку цена життя докладно выше, чем страх трапить под контроль специалистов. Трешу Гомельской областной клинической психиатричной больницы Деничая горячая линия. Ее номер 306347. Марина Джала, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель». Галядный баль православной молоди прошел Гомельским городским центром культуры. У им приняли удел пары Житковича, Будока Шалева, Калинковича и российских клинцов. Правитальным словом и веншаваньями открыл мероприемство векары Гомельской епархии Амвросии. Далее пошелась танцевальная программа, яка складалась с двух отделений. Бальная карта включала вальс, польку, фокстрот и иншие танцы. Свои умения на паркете демонстровали пары, які на протягу трех месяцев займались на репетициях у Гомельской епархии. Остатним гостям пропоновали вылучшить основные рухи бальных танцев. Особную увагу организаторы балю надали дресс-коду кавалеров и дам. Поскольку у меня все-таки два года опыта, я так подсматривала, кто в чем одет, кто как смотрится, то, соответственно, это уже собирательный опыт, вот то, что сейчас получился, собирательный опыт предыдущих лет. Здесь все, то желание получить сегодня удовольствие друг от друга, от танцев, вообще от общества, все выразилось в этом костюме. Мы, конечно, много чего просмотрели в интернете, всякие мундиры и нижних чинов, и высших чинов. Ну и в итоге, на самом деле, это дизайнерский образ, но тем не менее, историческая подоплека здесь присутствует. Под час антракту гости могли провести час за гутеркой об угольнями. У Великой зале выхованцы недельной школы Петропавловского собора представили спектакль «Мой Христос». На двор я теплей за климатичную норму, даже и мокрый снег чекаются в регионе о последние дни студения. Завтра на протягу суток будет от нуля до пяти тепла. Вечером макшим и дождь. В прогнозе на шатвер коля нуля градусов и мокрый снег. На дорогах местами гололедится. Подобный характер надворья захавается и в пятницу. А в выходные дни климатичные умовы будут вызначать фронтальные разделы и теплые поветранные массы атлантичного походжения. В субботу и неделю чекается повышение температуры до плюс 7-9 градусов. Макшимы и дожжи. А эти инши новинные информацию о проектах Телерадо-компании Гомель вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершены. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Александр Гомоля. Здравствуйте. В Светлогорске на пожаре погиб человек. Трагедия произошла в пятиэтажном доме в микрорайоне Молодежный. О задымлении сообщили соседи. К моменту прибытия на место спасателей наблюдался сильный дым из окон квартиры на втором этаже. При проведении разведки на полу в комнате нашли хозяина квартиры с 67-го года рождения. Мужчину в бессознательном состоянии вынесли на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи. Однако реанимационные мероприятия не принесли результатов. Медики констатировали смерть. Пожар ликвидирован спасателями. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. В следующем случае трагедии удалось избежать. Сотрудники Хонингского отделения Департамента охраны спасли на пожаре семью с двумя детьми. Ранним утром во время патрулирования своего участка милиционеры увидели красное зарево над крышами домов. Поняли – пожар. Направляясь на место происшествия, они связались с диспетчером экстренной службы и оперативным дежурным Хонингского РУВД. Подъехав к дому с пылающей крышей, сотрудники охраны сразу же подбежали к дверям и окнам и начали стучать, чтобы разбудить хозяев. И им это удалось. Через считанные минуты семейная пара с двумя детьми уже сидели в служебном автомобиле, и их жизни и здоровью ничего не угрожало. Прибывшие к месту пожароспасатели ликвидировали возгорание. В Мозыре сотрудники патрульно-постовой службы задержали пьяного мужчину посреди одного из городских дворов. Для распития спиртных напитков 50-летний гражданин выбрал детскую песочницу. При обыске у него также нашли два ножа. В отношении Мозырянина составлен протокол об административном правонарушении. По факту ношения при себе колющих и режущих предметов проводится разбирательство. Сдай оружие, освободись от ответственности. 3 февраля на территории региона стартует комплекс мероприятий по предупреждению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. В ее рамках проверят и владельцев зарегистрированного оружия. Комплекс мероприятий рассчитан почти на два месяца. Он продлится до 20 марта. В этот период любой человек может сообщить об известных ему фактах незаконного хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Также можно добровольно сдать такие предметы. Юридическим и физическим лицам запрещается хранить и использовать найденное или переданное им оружие, собственниками которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче органов внутренних дел. Вместе с тем напоминаем, что лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся огнестрельное, газовое, пневматическое, метательное, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывчатые устройства освобождаются от уголовной или административной ответственности. За незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до шести лет с конфискацией имущества. Милиция призывает граждан не оставаться безразличными к незаконному хранению оружия. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Анна Корольчук. Здравствуйте. В очередном матче чемпионата Беларуси по хоккею Гродненский Неман обыграл в гостях Гомель в овертайме 2-1. Сделав ставку на надежную игру в обороне, Гомель долго удерживал свои ворота на замке. Вратарь Гомеля Андрей Грищенко стоял стеной, что во многом и позволило хозяевам льда сохранить ничью до конца основного времени матча. В овертайме Неман все же дожал рысей, вырвав викторию на 62-й минуте. Победную шайбу забросил Никита Ремезов. В Гомеле за звание сильнейшего сразились лучшие скалолазы страны. В состязаниях приняли участие 141 атлет из 11 команд. Первое место в Кубке Беларуси по спортивному скалолазанию завоевала команда Гомельской области. Среди мужчин победу одержал гомельчанин Александр Клюжев. В дисциплинах скорость и трудность первыми стали представители нашей области, Степан Супей и Екатерина Грищенко. Они также победили в многоборе по спортивному скалолазанию. Областная спартакиада по программе зимнего многоборья «Защитник Отечества» пройдет в Гомеле 29 и 30 января. За награды будут бороться участники из всех районов региона и областного центра. На старты выйдут представители 25 команд, всего около 150 юношей. Им предстоит определить лучших в двух возрастных категориях. Младший – 15-16 лет и старший – 17-18 лет. В программе соревнований подтягивания на перекладине из виса на руках, кросс на 3000 метров, стрельба из пневматической винтовки. По итогам состязаний будет сформирована сборная Гомельской области, которая в феврале представит регион на республиканском этапе спартакиады в Новополоцке. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомила Анна Корольчук. Оставайтесь на Беларусь4.